здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов я михаил горин со мной сегодня в студии журналист саша виленский добрый вечер и политолог арик эльман здравствуйте добрый вечер очередная годовщина смерти исха карабина вновь вернула нас к тем трагическим дням когда в нашей стране был убит премьер-министр и вновь вернул разговоры о том как же все это случилось до чего мы дошли как все это происходило и что происходит сейчас исходя из того как развивалась сторона за эти годы я хотел бы чтобы мы поговорили на эту тему но немножко ее сначала конкретизирую так случилось что именно в эти дни прозвучало очень много в общем-то как и каждый год когда происходит отмечается годовщина гибели рабина произносится много слов много разных порой запальчивых и иногда за этими словами следуют последствия так произошло с братом убийцы рабина братом и галабира хагаем амиром он произнес несколько слов после которых он был арестован чтобы быть точным я процитирую он сказал что он назвал президента ривлина двуличным лицемером я напомню я почему говорю что именно к ривному лицемер муж-то ривлин на церемонии памяти рабина сказал что пока он будет президентом убийца рабина никогда не будет помилован а помилование входит у нас прерогативу президента страны и вот откликаясь на это хагаем мир сказал назвал руль ривля двуличным лицемером и сказал цитирую не ему решать освобождать или нет моего брата только бог это решает так он решил так как он решил что рабин умрет хотя с этим и не согласен ривлин и его компания и вот после этого он был арестован и суд потом продлил его арест вот как к этому относиться негативно относиться негативно к чему я прошу прощения я просто дополню там цитата не до конца приведена в конце он сказал придет время и ривлин тоже исчезнет из этого мира и вот именно эта фраза послужила обвинением в провокации в том в подстрекательстве в том что он угрожает ривлину и так далее и так далее вот мне кажется это очень важно хорошо мы сейчас еще вернемся к этому к этому уточнению ты сказал что негативно относиться негативно к чему я думаю что тому что было сказано или к тому что за этим последовало я думаю что нет никаких сомнений в том что если бы этот текст написал другой человека не хагая мир ничего бы не было никого бы не привлекали суд бы никого раз не продлял речь идет о абсолютно волонтаристских решениях грубом нарушении элементарных принципов свободы слова ни в каком подстрекательстве ни в каком так сказать формате юридическом включая израильское законодательство которое определяет что такое подстрекательство на иврите асата здесь не речь не идет и суд уже неоднократно в прошлом решал что даже так сказать открытое привлечение божьего божьей карой на чью-то голову да не является подстрекательством если тебе есть когда человек специфика конкретно так сказать говорит о том что бог тебя допустя бог накажет это подстрекательством является не в данном случае он и этого не но речь не об этом на самом деле это не единственный случай у нас каждая годовщина убийства рабина это одновременно и годовщина попыток того что условно называется нас левым лагерем осуществлять новое наступление на свободу слова своих идеологических противников все это описывая как борьбу с правой с подстрекательством и если ты смотришь на то что сторонний россии но сейчас у нас правы его власти но это они у нас условно что у власти правы нас правы они царствуют они правят как королев англии они избираются не побеждают на выборах но потом мы это какой не контролирует значительную часть релевантных данной дискуссии государства структур то это никак не отражается на том что эти структуры делают вот и кто формирует общественное мнение те кто принимает решение об открытии уголовных дел те кто эти уголовные дела расследуют те кто эти дела уголовного рассматривают потом к этому к ним никакого отношения народное выразивление раз за разом избирающие правой коалиции в парламент и право и правительство управлять страной это не имеет отношения искать это у нас интересная демократия я хочу вернуться к тому что сказал арик он сказал что если бы это был не хагай амир то никто бы на это не обратил внимание никаких вот таких последствий не было бы но приведу другой пример пожалуйста в это же время с офицерских курсов было числен солдат который тоже как и было сказано оправдал якобы убийство исха харабина хотя на самом деле он сказал следующее при том в кулуарной беседе после церемонии посвященной памяти рабина он сказал что рабина можно было бы убить давно так как он принимал участие в австралии судно альталена на борту к которому погибло много евреев и по словам солдата уже тогда рабин якобы совершил осыпку это стоило ему офицерских курсов которых он был за это отчислен так что не только хагай мирон я не уверен что я не уверен что это равно равнозначно совершенно верно совершенно я ты я имею ввиду а после последствиях понимаете в чем дело все-таки в этом году юбилей своеобразно это 20 лет и когда ты читаешь реакцию в ивритской прессе по поводу того от всех этих высказываний и всего прочего то наиболее встречающаяся как бы фраза это как не было этих 20 лет снова подстрекают снова все то есть к юбилею подготовились как следует плюс есть еще одна история которая меня тоже достаточно возмутило когда глава левой радикальной правозащитной организации шалом ахшаф и рива пенгеймер обратился с требованием привлечь суду парламентского помощника советника министра министра юстиции айелет шакен за то что она на своей странице в фейсбуке написала до следующего фестиваля остается 364 дня как бы совершенно и согласен что это идет наступление на элементарное право человека не быть в мейнстриме не идти в русле в котором идут все не не шагать в ногу мы всегда говорим о том что правозащитники это те кто идут не в ногу а те кто стремятся действительно защищать права вне зависимости от от подхода от взглядов человека и так далее но сегодня мы этого не видим напомню также для тех кто может быть подзабыл что хагая мир отсидел 16 с половиной лет он был осужден на 16 лет тюремного заключения за соучастие в убийстве рабина и за подготовку террористических действий против палестинцев отсидел 16 с половиной и вышел на свободу в 2012 году вот этот солдат кстати который говорил о рабине он то что называется хриди он ультра ортодоксальный религиозный человек он служил в батальоне не царь иуда где служат те ультра религиозные ортодоксальные евреи которые идут служить в армии и в общем взгляды его понятно особенно если учесть что при обстреле альтолены погибло 16 евреев когда евреи в сорок восьмом году в июне сорок восьмого года обстреливали друг друга погибло 16 евреев из них 14 были выжившими в когда лейтенант то пару лейтенант рабин командовать но 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 для экс жили нужно вмешаться потому что еще раз меня эти примеры совершенно не кажутся неоднозначными именно потому что речь идет о человек который ну как бы это большая проблема до постоянно говорим о том насколько разумно вообще вот эта идея тащить ультра-тодокс за уши в израильскую армию но ты ладно здесь ситуация такая инцидент с альтоленой при всей утрагизме был так сказать в вполне в ходе этого инцидента и царь крабин другие военнослужащие выполняли приказы правительства законного подавляли то что и был другой контекст поэтому поэтому когда претендент на командные на то чтобы занимать командную должность в израильской армии не осознает необходимости выполнения приказов выносит такие незрелые суждения это скорее всего достаточно есть в этом определенное основание для обсуждения того должен ли он быть на этих самых офицерских курсах это не быть на офицерских курсах это не базисная гражданская свобода это привилегия этой привилегии чтобы отвечать этой привилегии нужно соответствовать определенным требованиям систему в которую ты хочешь включиться если ты этими требованиями соответствуешь то тебе наверно там быть не нужно когда речь заходит о том что за отказ присоединяться к так вот этому прием требованиям момента как тебя как рядового гражданина представители достаточно известной общественной организации требует открыть все уголовное дело вот это уже совсем другая история и тут каждый должен понимать что неважно как он на самом деле относится к правым левым и совершенно не обязательно разделять вообще какие-то там позиции скажем правых и ультра в отношении рабин это совсем другая история здесь нужно понимать что вот эти вот попытки ввести цензуру на самом деле методами устрашения то что сейчас называется шейминг да вот мы устроим тебе линч в социальных сетях да мы твой пост везде распространим и напишем посмотрите на этого фашиста террориста убийцу да который вот такие вещи пишет это тоже элемент затканье ртов демократия здорово программе нам говорят что один из главных уроков которые мы должны помнить я совершенно согласен с этим это то что демократия она не нужно защищать и нужно защищать не только от политического насилия примером которого ярким было убийство рабин и нужно защищать попыток затканье ртов наши без свободы слова не бывает демократии . но я не знаю я возразил ровно случай по поводу вот этого курсанта офицерских курсов он ничего не говорил ни про приказ не про отношения рабина к армии не про его службу к армии он просто говорил выражал свое мнение до резкая до критичная по поводу того что по поводу личности рабина окей и в данном случае мне не кажется что это вопрос о том будет ли он хорошим командиром или будет ли он плохим и будет ли он выполнять приказ или откажется его выполнять а вообще вся эта ситуация напомнил с хагаем амиром и другими напомнила мне пьесу горина которая называется убить гирострата когда правитель города в котором эфеса в котором сожгли храм артемида эфесской который поджег гирострат распорядился поставить на центральной площади огромную стеллу и на ней выбить огромными буквами забыть гирострата чтобы никто не помнил его имя имя гирострата мы помним вот уже много тысяч лет как после того что произошло если бы никакой истории с хагаем амиром не случилось если бы его не задержали никто бы не прочитал то что он написал фейсбуке кроме его ближайших друзей которые подписаны на его фейсбук и никто бы не узнал о том что он считает что придет когда-то время и ревлин исчезнет из этого мира и что не ему определять кого миловать а кого казнить ну в данном случае мы вот такими буквами написали убить гирострата это на самом деле история с самим убийцей амиром которая повторяет началась с момента он был посажен под замок ее самым большим наказанием для него было бы то чтобы его забыли по тем не менее именно израильские средства массовой информации сделали все для того чтобы постоянно напоминать на моего существования постоянно напоминать что он есть постоянно доводить до нас его новые мысли до искать с ним интервью запрещать фильмы и законных устраивать бурные дискуссии на тему о том снимать там запрещать фильмы в нем или нет делать все чтобы он оставался в общественном поле зрения сделали они это для того потому что определенным людям казалось что амир мира можно использовать в качестве пугало для определенных слоев израильского общества выдавая его за некий символ если не всех правых то уж правых религиозных точно и поэтому он как был выгоден его нужно его вместо того чтобы оставить в той дыре где он гниет да и забыть о нем навсегда и говорить об убийстве и но не создано не создано не превращать его в предмет так сказать патологического интереса вместо этого постоянно возникала вот это вот тенденция да и кстати она регулярно проявлялась в пропаганде перед выборами даже в последний раз вот улыбка и галя мира да вот она связана с возможной победой правых если право очередной раз победят на выбор вот и галя мир опять будет улыбаться вот такой вот а для этого для того чтобы сказать запугивать этим избирателя центриста например надо было чтобы мы все знали как выглядит и галя мир как выглядит его улыбка ну каждый такой пропагандист яхт который история учит ничего никаких результатов не дает он достану наверняка доставляет и галю миру огромное удовольствие ну не надо забывать еще что у нас особая ситуация в этом плане мы отмечаем день памяти рабина как по еврейскому так и по общегражданскому календарю и иногда получается несколько недель вот это вот бесконечных разговоров воспоминаний реакции государственных церемоний у нас есть две государственные церемонии это плохо на твой взгляд может быть это повод снова разобраться в себе как мы к этому относимся миша миша если бы это было поводом разобраться в себе если бы это было поводом разобраться что происходит в нашем государстве если бы это было поводом для того чтобы говорить о важных сущностных вещах снять шляпу и первым убежать участвовать во всем этом но каждый раз происходит как бы одна и та же история на мой взгляд то что я вижу каждый раз нам сообщает что убийство рабина это преступление мы в принципе согласны никто не спорить с тем что это пришло почему есть люди которые с этим спорят окей ну мы 20 лет будем спорить с этими людьми мы 20 лет спорим с теми кто считает что убийство лучше чем убийство я согласился с на самом деле смешно потому что идиотов к сожалению которые сидят на трибунах стадиона и арут и галя мир да они есть это определенная категория которые которые рассказывают нам что что как-то это все можно объяснить или оправдать совершенные амиром 4 ноября 1905 год тоже таки идиоты есть ты знаешь об их существовании проблема состоит в том что несмотря на вот этот перекос о котором мы сейчас говорим помните в убийстве помните о том что произошло обсуждать вспоминать это все вещи необходимые же об этом и к политическое насилие надо помнимать одну вещь политическое насилие на самом деле она как ни странно является спутником демократии где не было политического насилия в советском союзе пока советская система работала было только одно случайное покушение на брежнева да если не ошибаюсь да да это свободном обществе к сожалению если такие вот проявления то пострадали космонавты понятно что мы да и пострадали космонавты мы должны дискуссии и память и понимание того насколько катастрофическим было это убийство и насколько катастрофическими могли бы быть его последствия которые частично все-таки не случились это важно это вещь которая необходима проблема в том что не вижу я не вижу дизу потому что потому что я считаю что в этом тут как раз можно претензии предъявить и право лагерю тоже который согласительную часть энергии тратит на защиту от чужих обвинения если бы это стало вот такие я не стали бы площадкой для откровенных дискуссий вот и об этом и говори за ограничение могли бы высказываться все давать сторонники конспирологии хоть любые но когда но этого не происходит вопрос главного главная задача которая главная главный урок главная задача состоит то что вопрос этот о том как мы преодолеваем эту опасность как мы ведем максимально яростную при внутреннюю дискуссию и политическую борьбу без того чтобы скатиться в пропасть насилия из которой выхода нет на самом деле это главный урок и о нем нужно говорить и как во многих других кстати аспектах правый лагерь виноват в том что он эту это поле дискуссии уступает к точка же какие поле про например прав человека на этом поле правый лагерь не играет вообще ну сейчас на самом деле появляется последнее время начинал это очень но очень незначительно нет не как бы есть определенные темы до которые правы изначально отказываются от них и поэтому когда приближается череда и годовщина убийства рабина все что правом есть сказать это защищаться вот от разным от тускать обвинили гиперболических обвинений левых это с учетом того что как бы результаты выборов опять же раз за разом показывают где у нас находится большинство правым нужно взять на себя ответственность и если у нас так сказать министр просвещения сегодня это зовут его нафтали беннетт да то и министра юрис пруденцы нас зовут они забыли партию например министра зовут у нас бенементу няву то наверное пришло время чтобы то о чем сейчас говорим до дискуссию о том о подлинных уроках убийства равен взял взяли на себя правый тоже вот тогда может быть то то цитация центристская часть израильского общества прислушаться к ним тоже саша вопрос к тебе арик сейчас упомянул что правы по разным причинам многие участки пропагандистской скажем так работы отдали на откуп левым но с другой стороны не кажется ли тебе что это право и виноваты что у нас сегодня в стране слова и понятия либерал правозащитник стали практически ругательством я это к чему говорю многие сегодня вспоминая события двадцатилетней давности и проводят параллели с сегодняшним днем и говорят что тогда к убийству рабина проявила та подстрекательская волна которая бешеная совершенно была по их мнению в то время и проводят параллели с сегодняшним временем что сегодня мы находимся в той же ситуации ну я не думаю что это справедливо первых сегодняшняя ситуация никогда не бывает через 20 лет та же самая ситуация во вторых я уже не они имеют ввиду что уроки ничему не научили но как не научили уроки нет нес во первых не сложно понять что я не очень понимаю что значит у нас могут появиться плакаты политических лидеров хоть слева хоть с правой стороны нас искать это запрещено законодательство это законодательно запрещено не появляется их тут же изымают но это же то о чем мы только что говорили всегда будут болельщики бейтара которые будут кричать на трибунах во время матча и галя мир и галя мир всегда будет такая прослойка всегда будут люди которые будут печатать плакаты деятелей в нацистской форме неважно справа да может право тех кто делают упреждающие удары скажем так кавычках и арестовывают даже за такие порой как нам кажется невинные высказывания вот тут проходит тонкая гранит как себя тонкая грань такой журналистский штамп да между свободой слова и подстрекательством мы не очень разделяем эти вещи как написал фейсбуке один из моих знакомых он написал замечательную фразу а если бы хагая мир написал что нам не на кого надеяться кроме как на отца нашего небесного это бы тоже сочли подстрекательством эту фразу я прочитал эту фразу который написал хагая мир и на иврите и на русском и честно сказать я не вижу где здесь подстрекательство я не вижу но он задержан и он находится под арестом за подстрекательство хотя на мой взгляд на мой взгляд я не юрист но тем не менее из того что я прочитал несколько раз и просмотрел я не вижу где он здесь говорит об убийстве президента где он подстрекает к убийству президента к сожалению все мы умрем я не знаю это что-то новое для наших зрителей для нас но это факт мы все когда-то умрем если мы об этом говорим ну значит задержите меня сейчас за подстрекательство я тоже считаю что мы все умрем когда-то это во первых во вторых когда мы говорим о том что правое и левое я постоянно об этом говорю у нас немного смещены понятия у нас правыми называем не совсем правых а левыми не совсем левых дело в том что мы разделяем в эти дни когда вспоминаем о рабине как проходит дни его памяти мы разделяем на правых и левых по отношению к тому что происходит и арик совершенно прав когда говорит что правые моментально уходят в оборонительную позицию потому что за 20 лет вбили в головы то что правый лагерь крайне правый лагерь занимался подстрекательством результатом чего и стало убийство рабина результатом чего и появился в результат чего это мой взгляд в обществе сложилось такое мнение в обществе и я еще раз завидным постоянством буду говорить о том что нужно рассуждать и рассматривать действительно чему нас и что происходит с нами куда мы идем дальше что происходит с обществом почему в нашем обществе есть те или иные явления то о чем мы говорили и для этого нужна дискуссия а в дискуссии как говорил жванецкий всегда кто-то один за другой против так что из-за этого который против не устраивать дискуссию арик наше общество готова в такой дискуссии совершенно откровенный не поубиваем друг друга я думаю что это зависит от того насколько четко и проводятся линии как и против красные линии если ты говоришь о том что свобода слова она на самом деле легко отличима от подстрекательства к насилию когда критика в адрес кого-то это одно призыв к насилию в адрес кого-то оправдание насилия это совсем другое это достаточно легко в этом разобраться саша ты хочешь не добавить нет коллеги большое спасибо за этот разговор напомню что в нем принимали участие журналист саша виленский и политолог арик эльман всего доброго и и и